Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan Qashqai 2012 года выпуска двигатель 1.6 механика передний привод пробег на автомобиле 226 тысяч километров побежал выжимной подшипник, здесь гидравлический стоит хозяин ехал, буквально не доехал до дома немножко сцепление, педаль провалилась пытался доливать ее, пытался прокачивать вроде бы накачивает, накачивает жидкость нигде не бежит завожу, бежит жидкость сейчас покажу из какого отверстия но она получается наполняется внутри между коробкой и двигателем в колоколе и при старте сцепление раскидывает его и оно через верхнее отверстие вытекает поставил фонарь если взять болт крепления коробки к двигателю вот здесь вот есть отверстие под пальцем сейчас попробую запустить автомобиль показать откуда оно вытекает камеру расположу думаю успел да успела она побежать за это время ну решение однозначное замена выживного подшипника ну пробег у автомобиля 226 тысяч километров поэтому я посоветовал заменить вместе со сцеплением заказали сцепление фирмы валево и меняю снимаю коробку меняю сцепление начиная с того что снимаю в первую очередь воздуховод здесь две клипсы должно стоять их нету поэтому просто немножко поворачиваю и вытаскиваю на улице ветер сорвался поэтому немножко будет шуметь иногда так снимаю минусовую клемму затем плюсовую снимаю батарейку ступ sudden свой камин фирмы поэтому мы видим звонит впервые треугольник суп Откручиваю тремя болтами крепление процессора к кронштейну. Также сам кронштейн. Скидываю проводку. Скидываю. 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 Снимаю разъем. Откручиваю патрубок дросселя. Скидываю. Откручиваю гайку крепления корпуса. Поднимаю его вверх. Вытаскиваю. Но надо будет здесь проводку отключить. На этот кронштейн сзади у нас одевается корпус. Добавляем. Добавляем. Гребой. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Клипсы на проводке оставил целые Уберу процессор в сторону Для этого расщелкиваю разъемы Нажимаю фиксатор И отвожу зажим Теперь здесь места много Механика не автомат Позволяет добраться до любого места Уберу Снимаю троса Переключение передач И откручиваю Кронштейн крепления Тросов Он к коробке прикручен двумя болтами Ешкой Болты головкой Е12 Добавляю Клычку Механина Куража Стрелева Клипс Чего 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 и отключаю сам отцепляю сами троса здесь вот два фиксатора снизу и сверху нажимаем на них и стаскиваем трос также и нижний нажимаю на них вернее сжимаю их и стаскиваю трус все троса сняты кронштейн откручен можно подвязать что я и сделаю чтобы не снимать не устанавливать они не мешали все видно троса я подвязал затем я откручиваю болты крепления коробки к двигателю болты здесь на 16 15 15 15 15 15 15 15 15 16 20 20 15 30 20 20 20 откручиваю их и вытаскиваю сверху я открутил 4 болта 2 на стартере, один возле стартера и один от задней части пока больше я болтов здесь не вижу убираю сапун вниз теперь мне нужно отцепить привод сцепления камеру поставлю чтобы видно было вот у нас фиксатор вот он пружинный руками конечно я закрою и выдергиваю трубку все, выдернул ее здесь сзади еще крепление клипса вот клипса крепление трубки коробки я ее тоже снял а вот теперь саму трубку опять же чтобы ее тоже потом не мешало я ее подвязываю капроновым хомутом к проводке наверх трубку я подвязал и вот здесь вот я снял проводку с кронштейна клипсу тоже с коробки сейчас поднимаю автомобиль и делаю все снизу подушку я сниму уже потом на поднятом автомобиле потому что здесь крепление крыла вот как сейчас резкость не ведется крепление крыла на кронштейнах я сюда распорку поставить не могу растяжку чтобы двигатель вывесить если я ее поставлю я могу согнуть крепление и я этого делать не хочу поэтому я снизу двигатель гидростойкой подопру потом приопущу и уже сниму коробку вот такие вот дела а там уже подушку залезу откручу кронштейн сниму и смогу свести ее в сторону сейчас поднимаю автомобиль и разбираю снизу поднял автомобиль здесь смотрю у меня место целая куча и думаю это место мне позволит даже не снимать подрамник заменить сцепление поэтому я пробую не снимать подрамник снимаю вот этот пыльник раз два три четыре пять шесть шесть клипс снимаю разъем с датчика вот это тут фиксатор его немножко отвожу и датчик снимаю но датчик у меня стоит получается в нижней части и двигая коробку я могу обломить его подрамники чтобы этого избежать сейчас когда я солью масло я датчик тоже выкручу чтобы его не сломать сливаю масло вот сливная пробочка показать показал она отсвечивает вот четырехгранная сливная пробка квадрат здесь на восемь миллиметров четырехгранный подставляю тазик масло чистенькое сливаем масло стекло закручиваю на место пробку привода мне надо будет выдергивать поэтому сливаю масло чтобы не побежало сразу откручу подушку двигателя нижнюю головка на 18 сливаю сливаю И откручиваю два болта крепления стойки, чтобы с шаровой не мучиться, не выбивать ее. Откручиваю рулевой наконечник и откручиваю гайку привода. Головка на 32. О, привод ходит, это радует. На наконечнике головка на 18. Погорячился, головка на 16. Палец прокручивается. Здесь в пальце под шестигранник. Но я попробую пока просто зажать наконечник снизу гидростойкой. И не надо его держать шестигранником. Стука нет, но палец слабенький. Теперь откручиваю оба болта на стойку. Гайки на 21, а болт на 18. Ух, как хорошо затянута. Гайки на 10. снимаю фиксатор тормозного шланга снимаю с кронштейнов провод ABS вытаскиваю болты беру монтажку и выдергиваю привод снизу поддеваю привод все вывожу его из коробки и снимаю его из ступицы все с этой стороны мне остается только открутить верхний кронштейн открутить провод массы и выкручу датчик откладывать это не буду откручиваю датчики откручиваю провод массы провод массы на 13 а датчик думаю на 24 но я не могу этот ключ надеть на длинную головку на датчике уплотнительного кольца нету сидит на резьбовом герметике на него и посажу здесь у меня все здесь я откручиваю три болта крепления кронштейна промежуточного подшипника откручиваю откручиваю и откручиваю два болта крепления стойки к цапфе а сейчас откручиваю промежуточный подшипник кронштейн и КОНЕЦ Все, открутил Посмотреть, вот он свободен Откручиваю наконечник И откручиваю Стойка Дождь идет шикарно Тишина Когда сдаст буквально 2-3 минуты И опять тишина Теперь откручиваю болты Нижние Кроме одного Один пока вот этот оставлю Двигатель пока не поджимаю А остальные все выкручиваю Один пока вот этот оставлю А остальные выкручиваю Что-то оттуда идет Выкрутил болты Один спереди оставил Так он меня Раскладываем Но придерживает Чтоб коробка Двигателя чуть-чуть была прижата Зазор появился Тормозуха побежала ручьем Из соединения Хотя в бачке уже нету Шланг снимал Видно было, что ничего не побежал А вот здесь именно Ее собралось прилично Здесь есть дренажные отверстия Через которые должно Вытекать было Но быстрее всего они забиты Износами Ну продуктами износа Отцепление Грязь Пыль Все это забит Здесь отверстие Сейчас Подставляю Гидростойку Под двигатель И Сверху откручиваю Подушку Подушку откручу А потом немножко приопущу Двигатель Чуть-чуть буквально И коробку сниму вбок Открутил я Две гайки Это болты сквозные На 18 Вытащил Открутил сверху Гайку На 16 И также открутил Три гайки На кронштейне На нижнем Теперь подушку Я могу снимать Вот она сама подушка А вот он Кронштейн Все Кронштейн Тоже Я снял Здесь Еще идет Проводка Вот она На датчик Сейчас клипсу Эту снимаю И Больше я не вижу Ничего Чтобы у меня Держала коробку Я ее могу отодвигать В данный момент Коробка Просто Висит на направляющих И на первичном валу Сколько же они туда Тормозухи Налили Я коробку Приподнял Открутил Вот таким Ручьем И это Уже Снизу Набежало Наверное Больше пол-литра Она Видать Давно уже Тормозуха Уходила Ее Подливали Подливали И вот До этого Довели Ну что Потихонечку Беру Растягиваю Беру Линзи И Продолжение следует... Бережим